Добрый вечер. Среди голосов музыки нашего города есть такие, которые можно сравнить с растральной колонной или с нашими большими и масштабными памятниками. Ну вот говорят же, например, о Фёдоре Шаляпине как об одном из лиц России, хотя он долгое время пел за рубежом. Есть такие голоса, которые как титаны, которые поднимают у нас в архитектуре арки, потому что это знаменитые басы, на которые можно опереться и на сцене, и в жизни. Я хочу вам представить очень интересного человека, народного артиста России. То он, правда, пел баритоном, то басом. Причём в одной и той же опере он мог петь совершенно контрастные характеры. Князь Игорь, князь Галецкий и Кончак. Или же знаменитой и обруганной советским правительством оперы Екатерина Измайлова спеть чрезвычайно тяжёлого героя с жёстким характером, а потом пронизительного каторжника. Ему доступен диапазон красок, диапазон поступков, диапазон действий и диапазон творчества. Знакомьтесь, Владимир Борисович Ванеев, народный артист России, солист Мариинского и очень многих мировых сегодня оперных сцен. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Борисович, ваша жизнь – это сплошная цепь неожиданностей. Родились вы близ Сыктывкара. Да. И вот даже в небольшом каком-то городочке, если не сказать поселении. Силу. Вот. И дошли до авангардных постановок самых крупных мировых режиссёров в Америке или в Амстердаме, или в Европе, в других странах Европы. Скажите, мог ли мальчишка, который слышал замечательный баян своего отца, замечательную музыку самодеятельного, такого самосостоявшегося музыканта в вашем доме, папы, который был музыкантом от души, а не по профессии. Могли ли вы мечтать о такой огромной славе, которой сегодня вы пришли как знаменитый оперный бас или бас-баритон? Ну, славу нельзя определить, много её или мало, история рассудится. А как количество аплодисментов? А количество приглашений, контрактов? Самая голубая мечта, самая высокая, это было отучиться в училище и вернуться в своё село директором Дома культуры. Но эта мечта состоялась? Да. Значит, когда человек ставит задачи в своих мечтах, то важно их так поступенно осуществлять. Вначале поставили задачу не пойти туда учиться, куда хотели родители. А они куда хотели? Они хотели в какой-то мужской профессии. И, в общем, я по желанию пытался поступить в горно-нефтяной техникум. Но как-то тайно удалось сбежать и по возвращению до своей деревни успеть поступить в музыкальные училища. Вот не каждому так удавалось. Например, знаменитая певица Елена Образцова практически тоже избежала от своего папы, который хотел, чтобы она стала математиком, избежала тоже учиться пению. Или Ирина Богачева сбежала из ПТУ, где она гладила утюгом чужое платье, чтобы поступить на вокальный факультет. Или Галина Вишневская, которая вообще никогда не училась в высшем учебном заведении, названа была лучшей Татьяной мира в 1957 году. Вот какие они певцы с какими характерами. И коня на скаку останавливают в горячие избы, входят. Скажите, в вашем паспорте написано русский или чуваш? Коми. Коми. Вот в чем отличие как бы характера Коми от характера русского человека? Мне кажется, Коми добрее, потому что они дальше от цивилизации и все современные чувства или поступки еще не проникли столь далеко. А вот мы сейчас проверим, насколько добр первый герой моего сегодняшнего героя. Пожалуйста. Жорсты Одна За другой Длинной Ползут Вереницей Спал Утопительный Зной Солнце со степи Солица Солица Эх, ты, путь себя безопытный Путь Сибирь Костьми засеянный И – Путь Сбоя Горь Смех èmes стонам Будь – а а ПЕСНЯ 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 Единственную добрую партию в этой опере, партию Каторжника, который поет вот от этой, это как «Бурлаки на Волге» Репина, о неизбывной тоске России, об этом неизбывном течении трагических характеров. Но представьте, один актер в одной и той же опере и в одной и той же постановке, которая прошла в трех европейских столицах, сыграл два контрастных образа – самого доброго и одного из самого жестких, который, может быть, и привел к преступлению героиню Катерину Измайлову. Посмотрим контрастный эпизод. Катерина Измайлов Катерина Измайлов Катерина Измайлов Катерина Измайлов Сейчас вы увидели фрагмент оперы Чайковского «Мазепа». Совсем контрастный характер нашему Катерину из Катерины Измайловой. Так оказались эти фрагменты рядом. Мазепа властный, при этом безмерно любящий юную Марию, дочь своего вначале друга, а потом заклятого врага. И как похожа ситуация в Мазепе на то, что, к сожалению, происходит сегодня на Украине. Вот, кстати, когда вы сегодня обращаетесь к Мазепе, у вас нет ассоциаций с современной ситуацией? Я все-таки рассматриваю искусство как личное и не хочу смешивать даже Бориса Годунова с историей. Мне интересны люди скорее, поэтому вряд ли я задумываюсь о ситуации. Мне интересны характеры прежде всего. Потому что сегодня ряд режиссеров ставят, например, Аиду как образ чеченского противостояния с русским. Какие-то другие спектакли ставят как противостояние Украины и России. Сегодня в авангардных спектаклях переворачивают с ног на голову. Но я говорю с человеком, который сложился в Чувашии, сложился как очень добрый мальчик, игравший на нескольких музыкальных инструментах и гармошка. Потом его попросили на саксофоне попробовать. Потом были другие инструменты и гитара, в которой Владимир Борисович владеет. И он зарабатывал себе деньги как ресторанный певец. Вот расскажите, как от такой музыкально разнообразной жизнью и увлечениями эстрадными и ансамблями вы вдруг перешли к пониманию, что вам нужно что-то другое. Во-первых, в деревне никакой оперы никогда не было. Очень смешно рассказывал мой отец, когда приехали в деревню еще глушек, где он родился, певица из филармонии, да, и пела классической постановкой. По всей видимости, они не понимали, какой-то старый дедушка встал и сказал на весь зал, хватит слушать ржание лошади, пойдемте работать. Тогда я позвольте себе два эпизода из своей режиссерской жизни. Один. Я снимаю замечательную в то время певицу Любовь Казарновскую, которая у меня под домом в Новой Голландии качается на ветке и поет простенькую песню Анюты. «Сердце мое рвется, как птица». Ее муж стоит, импрессарио австрийский, и, видя, что она на ветке высоко, кричит, «Люба, не забудь, что у тебя муж и ребенок!» В это время открываются ставни окон, и какой-то мужик говорит, «Кончай трындеть, надоело!» Я говорю, а ничего, что она большие деньги за свое пение получает в Венской опере? Похожие пежот. Так же, как Ростропович вышел со своей виланчели в сибирский зал, великий музыкант, начал играть вместе с баянистом, потому что было разломано фортепиано, и ему с первого ряда сказали, «Кончай пилить, дай баян послушать!» Вот ситуации бывают похожи. И это не помешало вам заинтересоваться серьезной музыкой? Вот такое отношение в вашем? Я считаю, что это все было случайностью все-таки. Мне, считаю, очень сильно повезло. Ровно тогда, когда приходил какой-то вот такой тупик, появлялся человек, который шептал, направлял, что вот нужно идти сюда, мальчик, и заниматься этим. Это был каждый поворот моей судьбы именно так. А может, это сверху? Абсолютно, да, наверное, это похоже на это. Да. И так крутые повороты. От увлечения виа-ансамблями к обучению в музыкальном училище. От обучения в музыкальном училище на исполнительских факультетах к постижению оперного пения, о котором он понятия не имел. Оттуда зарабатывать большие деньги в рестораны. Вы зарабатывали так, что вам хватало и на машину, и на музыкальный инструмент. Хватало на все, потому что это были действительно очень большие деньги, и можно было жить припеваючи, только долго ли, как показывает практика, нет. Это тоже была как-то подсказка такая сбоку, что это быстро закончится. Нельзя долго пить, нельзя долго веселиться, надо чем-то заниматься. И получилось так, что после Чувашии Владимир Борисович попал в Нижний Новгород. И вот в Нижнем Новгороде-то вы опробовали разные ступени музыки. А потом, как вы оказались уже на высшей ступени образования? Андрей Михайлович, мой профессор Андрей Михайлович Седов, в общем, сказал, что не пора ли попробовать себя в оперном театре. Я до этого никогда не был. А то, что я слушал, скажем так, пусть не обижаются мои коллеги и в Сыктывкаре, и в Нижнем, мне казалось, что там нет музыки, там нет пения. Что-то такое похожее, не то на речь, не то на громкий разговор, но меня не приличало совершенно заниматься этим. И так получилось, что стали заниматься всю жизнь? Я, наверное, решил попробовать, попробовал, это затягивает, но по-настоящему, опять же, да, наверное, все это захватило все-таки уже в Петербурге. А совсем по-настоящему, когда я был просто в восторге уже от классической музыки, это все-таки повидав и понюхав небольшие театры с тихими оркестрами и с настоящей музыкой. На Западе. На Западе, да, потому что там отношения, не могу сказать, что это лучше или хуже, но немножко другое. А вот мы обратимся сейчас к еще одному оперному фрагменту, в котором видно, какой разный наш гость Владимир Ванеев. Пожалуйста. Я пережил с тобой В мгновенья страсти, пылка и блаженства, Когда твой чудный стадь обнимал, Ты в небе тупой Любовался красой твоей. Твой нежный взгляд в меня жил, Ты в жил окном текло быстрее, Твоих дням я не находил, Вошедства обновление, 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 Иной Площенства, Твоих дням я не находил, Ты в жил окном текло быстрее, Твоих дням я не находил, Твоих дням я не находил, Я рай, Твоих дням я не находил, Блаженства, Блаженства, Блаженства Как я люблю тебя, Как я люблю тебя, Это еще одна грань образа Гетмана Мазепы, Только бесконечно влюбленного в юную Марию, И вот мучительно жестокий Или жестоко мучающий отца своей жены, Мазепа представлен такой удивительно красивой влюбленной арией. Что для вас, Мазепа? Для меня скорее это Чайковский, Как мог Чайковский характеризовать такой музыкой, Такого жесткого человека? Непонятно. Значит, история характеризует правильно, Самый большой убийца, насильник, Одновременно может быть горячо любящим персонажем и человеком. Как это сочетается? Я не представляю, Но история показывает, что это так. Ну, кстати, доказывают, что Сталин, например, Не был ни хорошим отцом по отношению к детям, Ни любящим мужем. Вот жестокость дубла проявлена во всем. А Гитлер, например, был даже сентиментален, Любил очень искусство. Вот обратимся еще к персонажу, С которым мы уже встречались. Это сейчас мы увидим какая... Нет, это будет Досифей Мусорский. Какая замечательная партия. Причем Мазепа – это баритональный голос, баритон. А Досифей – это крупный бас. Но в одной тесситуре есть такое выражение – объем голоса актера. Его размах, масштаб – тесситура. И вот в одном ключе поется Мазепа, Но слышны басовые нотки. А у баса слышно, где у него есть баритональные отклики. Это как многогранное искусство, пожалуйста. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Князь я, пора нам выступать! Субтитры создавал DimaTorzok Это был фрагмент из оперы «Бродина князь Игорь». И характерно, что мой гость поет в этой опере три совершенно контрастных характера, собранного, мужественного, не во всем правого Игоря, который идет к своей цели и потом раскаивается в своих ошибках. Совершенно самодура князя Галицкого, который любую девку хватанет в свой терем и хочет сесть с князем на деревне главной. И хитрого, глубокого, сильного соперника Кончака. Вот вам интересно всегда пробовать такие контрасты в одном спектакле? Мне кажется, это самое интересное — быть разным, иметь разную манеру подхода к звукоизвлечению. Для меня это до сих пор самое интересное. И вот занимаясь как бы уже со студентами сейчас, да, я их всегда пытаю просто петь разными голосами, разными школами, чтобы не пропасть в этом жестоком мире. Добавлю, что очень интересный профессор Владимир Борисович, у которого уже целая плеяда учеников выпущена, но я хочу, чтобы вы сейчас сравнили вот только что мужественного, доблестного князя Игоря, исторический такой русский персонаж XII века, и его соперника Хана Кончака. Вот сравните этого героя, у которого национальность Коми, в двух еще национальных разных пределах, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это не то, что друг, это фактически путеводная звезда. Он из группы, "...ну, наый he jackets Britain ». Когда я учился в училище На оркестровом отделении на контрабасе, Николай Путилин, народный артист России, Он тогда демобилизовался только что из армии, С флота, Ходил в тельняшке, стройный красивый мужчина. И был такой строгий Взрослый фактически Хотя он чуть-чуть старше меня Но уже с опытом жизненным И держал нас в дисциплине Пораньше вставать, пораньше ложиться Никакого баловства И он пел, а я его стал дразнить Просто-напросто И он, услышав это Взял меня за ручку И привел к вокальному педагогу Вот оттуда Началась и моя опера А вот как получилось, что вы попали Все-таки в Ленинград Сначала в Малооперный театр Потом в Ринский Потом на Мировой сцене Самый простой, опять же, случай Резкий поворот В принципе, Нижний Новгород Не столичный город Хотя огромный И должен быть Можно назвать Третьей столицей в России Но так как он был закрыт В общем, музыка туда проникала с трудом Хотя... И потому что там замечательные Дирижеры Все там есть Но как-то вот отношение Видимо, было больше к оборонке, чем к искусству И раньше были ярмарки певцов после консерватории Наш замечательный До сих пор работающий Бас Карен Акопов Такой Да, он Услышав меня на ярмарке Как бы Просто подошел и сказал Вам надо Ехать в Ленинград В Малигот Это ваше место Что-то в этом роде И вот я так С простого совета Поехал Спел прослушивание И Станислав Ленович Гавдасимский Сказал, что Да, мы вас Берем в труппу И сколько же вы спели партий на этой сцене Опять-таки И в Хованщине И в Борисе Гудунове Бориса Гудунова И пели вы По-моему Вообще Весь репертуар И Гремина Я весь репертуар спел Может быть Немного спектаклей Но по-моему Все спектакли Которые там шли Я все Спел И Гудунович Очень к вам Относился По-моему Тепло И что интересно Что совсем недавно Состоялась премьера Царской невесты Где Владимир Борисович Вновь встретился Со своим первым Ленинградским Главным режиссером Станиславом Гудунович Очень интересной Постановки Царская невеста На сцене театра Опера и балета Консерватории Где он является Одним из ведущих Педагогов по вокалу Скажите А вот это соединение На сцене мастеров Вас Богачевой Никульшина И такой золотой молодежи Как Анечка Золотова Например Которая в восторге От партнерства с вами Как Саши Рославца Баса Который пел Малюту Вот ваше соединение С восходящими Только И с мастерами Интересный опыт Мне кажется Об этом Можно только мечтать А вообще Это идеальное Да Место Вот это Наша оперная студия Место для обучения Я уже В коридорах Много говорил Что в принципе Три года Нужно учиться В этой половине Где преподают Вокал А два года Полностью Переходить На ту сторону Где студия И не выходить Больше оттуда Потому что Там профессия Основная А все это Только помощь Это Лесенка Как-то мне Ростропович Сказал Что он спросил Римского папы Что такое Жизнь И римский папа Сказал ему Это большая Лестница И когда человек Идет по этой лестнице Он должен четко Понимать Сделал ли он Шаг Наверх Или ступенька Вниз Я старопович Когда я делаю Ступеньку Вниз То я обязательно Потом попытаюсь Через две Наверх Вот у вас Бывает такое Ощущение В профессии Что вдруг Удалось Через две Наверх Наверное Через низ Тоже Потому что Мне кажется Иногда Как котенка Окунуть В блюдце С молочком Человеку Нужно Обязательно Наполучать Потому что Мы Иногда Теряем Реальность И нас Когда Макают Мы вдруг Просыпаемся Да Это полезно Иногда Отрезвиться И посмотреть На себя со стороны И все-таки Малый оперный театр А в вашу пору Театр оперы и балеты Мусоргского Имени Мусоргского А теперь Михайловский театр Что он вам дал Он мне дал Возможность Без стеснения Без волнения Работать во всех театрах Я Всегда чувствовал себя Очень уверенным На сцене Благодаря Малому Оперному театру Я не волновался Никогда Ни за пластику Ни за что делать На сцене Меня научили Думать И воплощать Через пластику Через глаза И Основная школа Конечно Вот Драматического Актера Это Именно Малый оперный театр Значит Станислав Леоныч Вам Дал очень много Я всегда Пример его приводил Потому что Я когда Заставляю что-то делать Своих студентов Я им всегда Привожу пример Вы не были Под Станиславом Леонычем Галасинским Вы бы узнали Что такое Слезоньки Настоящие Ну он сегодня Сам мне Обо мне О себе На кафедре И так сказал Вот Говорит Ты добра А я вот не такой Я жесткий Хотя бывает Очень добрым Я хочу заметить Что Театр Который был Когда-то Малый оперный театр Был в лаборатории Современной оперы Потом он стал Театром Эмиля Пасынкова Потом он Очень интересным Ярким театром Потом он стал Самодостаточным театром Станислава Гудасинского И это только Теперь у нас Принято говорить Что вот Михайловский театр Это у нас Вот теперь Наконец он Стал театром Вы согласны С таким определением Что он только Теперь стал Нет конечно Он всегда Был И был Настоящим театром Кстати вот Роль Которая сейчас Будет показана Мне кажется Я делал Все по системе Гудасинского Ну попробуем Нет Вот Вот до нас Идут фотографии Был Борис Симафич Из Катерины Измаловой Просто белокурая Катерина Гремин Из Евгения Онегина Это как раз Измалова Еще Театр Прокомментируйте Это Хан Кончак В Хьюстоне Это Король Рене В Монте-Карло Это Даже не знаю Это по-моему Ровезов был в норме А может быть и нет Это Это Борис Годунов Смотрите Это из Малого театра Это Борис Тимофеевич Такой В Америке Не помню даже город Это Монте-Карло Король Рене Желтенький Это Хан Кончак Опять В Хьюстоне Это Борис Годунов В Зальцбурге Такая Постановка Современная Была Замечательная Это Пимен Без Бороды Наверное Это Вот тоже Борис Тимофеевич Такой Таким образом Да Катерина Измайлова Это Досифи Нет Не Досифи Это Пимен Это Такие Ну Да Это Кончак Только уже без костюмов Это опять уже Это мы с женой Да В Америке А жена Певица Нет Она Скрипачка Но Посвятила жизнь Мне Это Вот как раз Монте-Карло Да Это Сыктывкар Где мы памяти Педагога давали Иоланту Король Рене Король Рене Да Это Это Херисинки По-моему Это Балтимор Вот вспомнил Ровезу Это Один из первых Моих спектаклей Это Это Борис Годунов Из Болонии Это постановка Тарковского Пимена Я пою Борис Годунов Это Пиковая Дама Где Олимпиада Была Забыл В итальянском Городе Такая Современная Постановка Турин Турин Да Турин Это Казанский Борис Годунов Это Вот Рангони Первая моя роль В Ленинграде Вот представьте И польский Рангони Поляк Это Скарпия Это Постановки Дзефирелли На В римском Стадионе Де Олимпико Такая Большая Где Зеркало Сцены По-моему 70 метров Было Это Это Борис Годунов В Мариинском Театре Это Король Рене В Монте Карло В таком Костюмчике Это Барон Скарпия В Риме Это Борис Годунов В Зальцбурге Это Борис Годунов В Лиссабоне Это Оровезо Норма В Балтиморе Это Малый Оперный Театр Борис Годунов Самые Первые Мои Роли Замечательные Гримеры Просто Это Аида В Женеве Первомайская Демонстрация Это Мы с дочкой Балуемся Даже не помню Какая роль А дочка не пошла Просто А дочка поет Да Она в Академии Мариинского театра Это Тоска В Казани Это Пимен Не помню Где Это Вот мы тоже С дочкой А у дочки Какой голос? На мой взгляд Промежуточный Как у меня А вот это? Вот это? Это Просто Без парика Это по-моему Тоже был Борис Тимофеевич Но А это уже Мы перешли Вот это тоже Борис Тимофеевич В Барселоне Там еще Одна постановка Я по-моему Восемь постановок Различных Проходил И все они Интересные Очень И с Вом Додиным Я проходил Бориса Тимофеевича Это Малый оперный театр Филиппо Секондо Дон Карлос Это опять Борис Тимофеевич Это Король Рене Разные очень постановки Это Метрополитен Борис Годунов Метрополитен Опера Нью-Йорк Это опять Зальцбург Еще совсем Молоденький Ой, какой молодой Да И вот Эти фотографии Говорят О диапазоне И масштабе Дарования Моего гостя Его географии Где он Востребован И необходим И скажите Чувствуете ли вы себя Счастливым человеком От такой Разности Жизни Разности Своей востребованности Того, что вы объехали Весь мир И то, что у вас Хорошая семья И вы сегодня По-прежнему Необходимы Счастливый вы человек Задимир Ванеев Наверное, да Скорее, да Чем нет Мне кажется Я Достаточно Правильно Провел эти годы Которые мне Даны Ну что ж Слушателям Зрителям Многих стран Мира Тоже так кажется Когда они Аплодисментами Встречают Такого Разного Человека Который Приехал к нам Из глубинки И стал Мировой звездой Которую Можно сравнить В системе ценностей Федора Шаляпина Тем более Что на конкурсе Имени Федора Шаляпина Владимир Ванеев Получил Свой Гран-при И так По-прежнему Рождаются Могучие Таланты В нашей стране И они По-прежнему Оказываются Необходимы Всему миру Что пожелали бы Вы сегодня Себе Владимир Борисович Пожалуй Поглубже Покопаться В музыке Потому что Мне кажется Я достаточно Поздно Начал Заниматься Музыкой И Не успел До всего Докопаться Ну что ж Тогда В музыке Нашего города Я надеюсь Что археолог Творчества Владимир Борисович Ванеев Найдет еще Ценные Ископаемые Для своего Нового капитала На сцене И в жизни До новых встреч В музыке города С Ириной Таймановой До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok